так поправляю камеру немножко всем здравствуйте доброе утро понедельника всем хорошей отличной можно сказать даже рабочей недели сразу пожелаю дата в конце эфира могу и забыть у нас сегодня с вами тема снова моделирование и сегодня здравствуйте всем здравствуйте и сегодня я хотела бы разобрать очень классическую тему очень много споров по поводу этой формы какая она должна быть и я думаю что сегодня мы это с вами немножко проясним наращивать мы сегодня с будем форму классический миндаль это салонное моделирование не арочная объясню чем отличается арочная здравствуйте евгения от салонного и немножечко сейчас как раз здравствуйте татьяна немножечко как раз сейчас поговорим о том что сейчас очень многие мастера особенно которые только-только пришли скажем так как нашу прекрасную профессию наил мастера инструктора которые только-только начали преподавать все говорят о том что салонный миндаль он уже устарел его не должно быть и архитектура его вообще неправильно я немножко другое мнение по этому поводу потому что я занимаюсь этой прекрасной профессии уже более 12 лет и начинала я с классики потом естественно я переходила на арки и то и другое я умею делать владею этими техниками понимаю чем они отличаются что вам как раз хочу сегодня и рассказать и то что сегодня говорят что классика не имеет место выйти это неправильная архитектура это все скажем так веяние моды она сегодня такая а завтра вновь войдет классика в моду и все перестанут делать вот эти полуарочные скажем так это называется миндаль сейчас какой его видят многие новые мастера и новые преподаватели это полуарочная техника и я бы сказала что это больше ближе даже к не миндалю а ковалу обычному классическому овалу только в длине мы на прошлом прямом эфире на прошлой неделе как раз разбирали какая должна быть архитектура овала вот это что сейчас как бы нам показывают через соцсети в качестве арочного миндаля это больше похоже на овал арочный миндаль он все-таки более узкий вот но несомненно у него присутствует арка более ярко выражена вот в классике же у нас арки практически нет у нас есть классическая архитектура подъем от кутикулы высота апекса и плавный плавный подъем вернее спуск к кончику причем все параллели нижние там верхние они все соблюдаются то есть клюющих ногтей у нас не должно быть и сильным угроб нас тоже не должно быть в классике так что все здесь все носибельное все хорошо просто мы должны понимать чем отличается одна техника от другой техники как она визуально выглядит и что на самом деле то что говорят сейчас что классика выходит из моды и и не должно быть и это не носибельная форма потому что мы укрепляем апекс как бы да и кончик остается у нас некрепким это все не так я бы сказала главное знать правильную архитектуру и правильно моделировать вот все очень носибельно все хорошо просто некоторые клиенты привыкли к обычному салонному миндалю и мы как мастера должны уметь его делать и не забывать что это такое из чего строится эта форма и есть новое модное веяние это арочный миндаль и мы тоже должны знать эту технику и понимать чем они отличаются друг от друга давайте представлюсь меня зовут юлия бабушкина я инструктор по маникюру и моделированию ногтей в городе воронеж действующий мастер и творческий партнер компания имя что сегодня разбираться в моделировании с вами буду я помогать в этом вопросе и чем мы с вами будем сегодня работать я бы хотела поработать сегодня жидким материалом жестким но жидким мы все привыкли к гелям в баночках но я знаю что мастера которые только-только начинают скажем так входить в нашу профессию они все-таки больше привыкли к жидким материалам я сегодня покажу что наращивать жидкими материалами тоже можно это тоже удобно вот сегодня в работе у нас будут flexible гель я сейчас переверну камеру и вам буду их показывать но остановимся мы сегодня на новинки из этой линейки все расскажу и покажу переворачиваю камеру и будем с вами начинать так я уже подготовила пальчик на него мы с вами будем наращивать я надеюсь все хорошо видно все в фокусе если да пожалуйста мне киньте какие-нибудь реакции все ли хорошо видно не надо ли свет может быть как-то поправить и главное слышно ли меня а то может быть я вам здесь рассказываю а вы меня и не слышите вовсе вот вроде бы связь должна быть хорошая видно слышно все татьяна спасибо большое тогда продолжаем flexible гель это жидкие материалы для моделирования коррекции моделирования жесткие подходят нам в принципе в любых случаях абсолютно можно и дорастить нарастить ими ноготочки и сделать коррекцию и даже они хорошо поджимаются держит арку то есть вообще очень универсальные материалы мне прям очень сильно понравился вот если кто-то еще не знаком сейчас быстренько раскрою посмотрим с вами может кто-то уже пробовал если пробовали пишите как вам этот материал вот смотрите flexible бланк это белый цвет плотный вот можно сказать даже замечать за меняет цвет вот но при этом он не ложится у кутикулы таким знаете ну как бы четким кантиком как замазка нет очень деликатно отрастает очень все ровненько красиво ложится мне этот продукт нравится когда клиенты хотят плотный молочный цвет чтобы не использовать ну там белый до чтобы не использовать гей-лак отдельно и не портить архитектуру цветом которое будет так или иначе все равно подплывать немножечко и давать объем я очень люблю пользоваться именно вот такими универсальными продуктами которые дают и цвет и архитектуру в одном флаконе как замечательно что компания ими нам дают такое такую возможность дальше у нас идет два бежевых цвета один чуть теплее будет по консистенции посмотрите они слегка такие вязкие поэтому они не сильно быстро утекают но при этом очень хорошо выравнивается это у нас вот такой вот цвет этот то это у нас с андой будет немножечко по холоднее розе это нежно-розовый розовый холодный оттенок а если то на нежно-розовый нежно-то нежно-розовый меж без пищи меж ложи это моя самая любимая техника для тех кто любит выкладные френчи но понимаем что это очень долго до плюс разнообразие скажем так цветов для ложа ну все равно они более такие классические а если хочется чтобы ложе было прям очень яркий то как раз выкрас зоны ложа это очень удобная техника так убираем пока для подготовки нам как всегда с вами понадобится nail prep ультрабонд база либо супербонд гель который я чаще всего пользуюсь либо можно заменить на баз гель тоже для подложки очень удобно и подходит вот в каких случаях какая супербонд гель для нормальных или сухих ногтевых пластин баз гель для нормальных или влажных вот то есть для нормальной ногтевой пластины тут и тут подойдет если возрастная или сухая лучше супербонд гель потому что он нейтрален к ногтевой пластине вот это жесткая также система родная база от гелевой системы под гелилак ее нельзя ложить самостоятельно мы ей не пользуемся вот а баз гель это пористая мягкая эластичная база которая очень хорошо подходит и для натуральных нормальных ногтей и которая также подходит для гипергидрозных ногтей вот то есть там где нам нужно влагу немножечко под вытянуть с ногтевой пластины это как раз будет хороший вариант вот продлить носку покрытию и наращиванию вот так что же начнем подготовку с вами nail prep мы наносим очень быстро здесь мы экономим время несколькими мазками высыхает на воздухе очень очень быстро за несколько секунд смотрите ультрабонд я могу использовать могу нет использую его если супербонд гель да у нас идет в паре и могу не использовать если вас гель почему потому что вас гель это опять же гель-лаковая система пористая присоединение не будет сильнее вот но супербонд гель это более нейтральная щадящая база особенно для сухих или возрастных ногтей поэтому здесь в паре идет дополнительная подготовительная жидкость двухсторонний скотч ультрабонд или как его называют еще праймер в других фирмах да как наносим смотрите очень важный момент на каждом эфире я все-таки это рассказываю и показываю обязательно мы с вами должны об флакончик вытирать вот таким образом и потом уже наносим я сейчас быстренько вам покажу разницу между свежим и уже скажем таким не свежим не свежим ультрабондом это важно знать достать хотя каждый раз показываю смотрите на если у нас ультрабонд уже не свежий то есть имеет липкость остаточную очень сильно и выглядеть это будет сейчас покажу как вот так прям маслянистая до консистенция то по этой консистенции у нас следующие слои то есть наша база она даже вот смотрите видите собирается вот так она будет собираться значит ультрабонд у вас не свежий видите такими как бы кратерами расходится и следующее покрытие у нас тоже будет у следующий слой будет вот так расходиться и давать от слойки поэтому внимательнее пожалуйста это может быть как раз та причина по которой у вас идут от слойки клиенты будут возвращаться с рекламациями вот зато ультрабонд вот такой нам в принципе подойдет для того чтобы подкрепить какие-то дизайны или втирку тоже имеет место быть его не обязательно выкидывать свежий рядышком то есть видно да он сразу чуть-чуть подвысох очень ровная поверхность блеск не маслянистый не мокрый а сатиновый как я говорю вот этот второй вариант нам нужен для ногтевой пластины в этом варианте у нас будет все отлично держаться сохнет на воздухе он примерно 30 секунд минутку вот работаем мы с вами очень легко об флакон вытерли и легкими движениями мы с вами наносим его не нажимаем на кисти тогда она не разъединяется потому что часто тоже ну скажем так претензия к этому продукту именно к кисточке что она разъединяется просто движение легче не нажимайте он прекрасно наносится очень ровно вот мы работаем с вами здесь конвейером поэтому пока на одной руке нанесли на 2 наносим на это и уже сохнет на этой нанесли к этой можно возвращаться работать уже вот не обязательно выжидать сидеть минуту это все в процессе можно сказать тогда так базу я всегда беру супер понт гель практически на себе естественно и практически всем клиентам тоже ее ставлю вот единственное когда бы я посоветовала вернее два варианта когда бы я посоветовала бас гель это если например мы знаем что у клиента гипергидроз мы это посмотрели увидели да и он сильный вот и если например у нас у клиента было чисто гель лаковое покрытие вот если долго носил клиент чисто гель лаковое покрытие я тогда оставлю тонкий слой гель лака и под жесткий материал то есть так сказать плавно переведу его на гелевую систему они сразу как раз для того чтобы у нас ногтевая пластина привыкла к меньшему количеству кислот в продукте в принципе все продукты у нас не имеют каких-то агрессивных кислот вот но тем не менее все равно очень резкая смена одного продукта на другой иногда у некоторых клиентов вызывают проблемы вот чтобы нам избежать мы можем как раз плавно это сделать в качестве подложки поменять вернее продолжить покрывать именно гель лаковую систему под жесткий гель вот если у вас первичное наращивание я рекомендую супер понт гель если у вас нормальная ногтевая пластина или это возрастные сухие руки так наносим близко к кутикуле обычный средний слой не тонкий не втирающий очень хорошо прорабатываем боковые линии то есть база должна быть везде и как можно ближе к кутикуле все теперь мы это сушим с вами примерно 30 секунд этого будет достаточно и дальше мы будем ставить с вами форму как всегда я показывать буду на нижние формы многие мастера считают это что это один из самых сложных способов наращивания вот на самом деле но это такая же классика уметь тоже нужно и сегодня мы с вами разберем как раз как поставить как подрезать как поставить форму на классический миндаль так когда мы с вами снимаем форму с подложечки окошечко я сейчас приклею для более жесткой формы вот сюда вот это мне тоже некуда девать я всегда его сюда клею если перчатки очень сильно липнут нас достаточно сильная клейкая основа у форм я беру просто вот антибактериальный спрей или на перчатке вот так наношу пока мокрое она не липнет вот то есть очень быстро удобно работать вот некоторые перчатки бывают сильно липкие не некоторые нетут нейтриловые кстати они не так сильно липнут а если винил не 3 смешанные дали просто не они ужасно липнут смотрите что нужно сделать обязательно мы по поперечному с вами изгибу вот так вот проворачиваем это очень важно это нам позволит как раз форме принять тот изгиб который нам нужно и на кончике мы не склеиваем а просто немножечко прижимаем ровненько по линии форму этого достаточно дальше нам нужно ее примерить к изгибу нашего гипонихия то есть они должны у нас совпадать сейчас ушки сразу с вами немножко отклеим вот так вот смотрите если я а и подставляем мы обязательно трубочкой то есть частая ошибка мастеров они вот так расправляют и пытаются подставить естественно она так не встанет она не повторит изгиб как бы там бы не пытались его поставить ну вот важно сразу сделать трубочку именно вот этой трубочкой подносить к ноготочку все залипло я уже вот подносим смотрите вот я поднесла и в принципе у меня неплохо встала все даже вот подрезать казалось бы ничего не нужно но мне допустим как клиенту до нежному немножечко гипонихия все-таки поддавливает если я сейчас буду ее туда-сюда шевелить не будет дискомфортно поэтому я все-таки подрежу ее немножечко вглубь если гипонихий сильно сильно у нас выдается такой вытянутый прям да то нам нужно вырезать вот эту глубину именно по форме гипонихия не по форме нашего ложа да иначе мы ничего не изменим и тот же самый изгиб и прорежем вниз а по форме гипонихия вот и как померить какая у нас должна быть глубина потому что глубина бывает прорези совершенно разные зависит от гипонихия именно да то есть мы смотрим где у нас форма именно вот трубочкой до упирается она во вросты или нет допустим что если гипонихий сильно большой здесь у нас будет дырочка достаточно большая сейчас я вам покажу в каком месте вот здесь да и мы не сможем с вами ровно положить наш гель он будет в эту дырочку затекать значит мы от в роста с вами до в роста такую визуальную ликию делаем и вот как раз вот это вот расстояние до гипонихия от этой линии будет расстояние которое мы должны с вами перенести на форму вот это и будет наш глубина выреза и откуда начинаем вырез конечно же от линии которая будет соприкасаться с ростом допустим у меня вот она сейчас я сожму даже не не по черной линии нет черной линии а чуть-чуть вот от ее начала с этой стороны я буду прорезать вот так вот в глубь но здесь у меня будет очень маленький на самом деле разрез потому что я бы даже и не резала бы на себе и так хорошо все встает вот но вам все-таки покажу так мы с вами померили что вот она линия наша вот от этой линии в глубь сейчас я прорежу и выйду в другую линию не широкий такой овальчик я бы сказала вытянутый да сразу вот так вот и выхожу к этой линии вот так то есть не сильно я вырезала да и видите что он уже такой вот на на сужение идет так на сегодня прям я вообще честно сильно залипаю перчатки новые так ставим формочку очень легко она встает когда у нас и вырезано все правильно и трубочкой подносим да так и смотрите очень важно чтобы у нас на классический миндаль форма была не задрана вот в таком положении видите у нас носик задран это на квадрат даже я бы сказала на арочный потому что у меня сейчас покажу прям форма стоит выше чем мой природный апекс это прям арочный квадрат если я поставлю формочку сейчас секундочку прямо сейчас сейчас носик я постараюсь опустить вот смотрите поставила прямо вот так прямо это на овал или на классический квадрат когда у нас вот здесь вот будет арочка и форма вернее носик у нас да будет совпадать с моим природным апексом это форма овал или квадрат на классический миндаль нам носик нужно опустить чуть ниже разъединяю еще раз ушки и немного опускаю формочку вниз так еще главное смотреть чтобы у нас вот эта центральная линия она повторяла центральную линию пальчиком я сейчас их это чувствую дать я сразу соединю лепесточки очень ровненько потому что они у соединяются уже неровно потому что форму чем больше форму мы теребим скажем тогда вот пытаемся пристроить тем сложнее нам будет соединить потом лепесточки желательно это сразу делать правильно так ровненько 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 чтобы они все совпадали все теперь я еще под зажим вот здесь вот из вот этой стороны тоже формочку чтобы она была узенькая и смотрим так мы немножко я все-таки здесь соединила не очень ровно уже замучила ее вот то есть у нас немного форма пошла вниз видите вот на классический миндаль форма должна идти немножко вниз не сильно то есть вот здесь смотрите у нас все равно должны быть ушки не смыкающиеся если мы здесь сомкнули их сильно значит у нас форма опущена вниз и у нас получится клюющий ноготь вот здесь зазор должен быть обязательно исключение это мизинцы вот они очень узкие на мизинцев да может быть такое вот на остальных пальчиках здесь все-таки должен быть зазор все сделали с вами и теперь можно уже взять гель мы будем с вами прозрачный ноготочек делать зажима сейчас я лучше все здесь по ширине ложа должно быть да не по ширине пальчика и уходить на сужение так выкладываю сейчас капельку небольшую первое что мы с вами будем формировать это длину я возьму вот такую вот кисточку тоненькую формируем длину длину и ну вот по периметру форму и только потом мы с вами будем уже опускаться в параллельки чем острее миндаль тему должен быть длиннее но мы сейчас с вами вот до четверочки сделаем такой классический он не острый все-таки кончик у него будет закругленный слегка то есть чисто классическая миндаль видная форма положила еще капельку и теперь уже иду во в рост прорисовываю щас вот так вот поверну прорисовываю боковую линию и ухожу вот сюда к кончику то же самое сейчас делаю с этой стороны обязательно закрываем в рост и это очень важно чтобы у нас там не получилось дырочки или еще чего-нибудь для какого-нибудь скола слома потом так все вроде бы хорошо сейчас мы это сушим но снимать форму мы с вами спешить не будем потому что в прозрачном скажем тогда цвете нам сложно просмотреть хорошо заполняемость наших боковых линий поэтому когда я работаю прозрачным материалом я всегда дублирую вот я немножечко подсушила достаю беру сейчас еще немного на кисть и дублирую боковую линию и кончику с этой стороны то же самое дело чтобы точно понимать что у меня везде все закрыто хорошо все еще раз сушу так здесь у нас инколор и база супер пункт гель сушим примерно минутку дальше также инколор мы будем уже делать саму архитектуру обычно мы как бы делаем полный опил но здесь он будет частичный за счет того что мы у кутикулы выложим очень очень ровненько так сейчас я возьму остренькая и вот так как мне не видно все таки да вот эту границу я постараюсь либо палочка апельсиновой поддеть может плохо отсоединяться если например все таки тонковато нанесли вот в том случае если очень тонко то может плохо отсоединяться можно просто еще раз продублировать ему вроде с вами продублировали все хорошо должен хорошо отсоединиться на себя формочку так поджимаем здесь да вот все он отсоединился а кончик немножечко сейчас подождите кончики плохо промазала сейчас еще раз вот так чуть-чуть подсушим до кончика не довела все и начинаем уже отсоединять аккуратненько еще форма у меня там очень сильно прилипла к пальчику оп все соединили наконец-то вот такой вот узенький миндалевидный ноготочку у нас получился и теперь нам нужно с вами сформировать уже архитектуру что делаем чуть-чуть отступаем от кутикулы делаем мокрый пол никогда гель не заводите под кутикулу и очень важно чтобы гель от границы базы тоже был с отступом тогда у вас как раз минимизируется от слойки в этой зоне и плавный плавный переход будет от вот когда у нас ноготь срастает да у нас не будет вот этой вот плюшечки мокрый поиск пол сделали теперь берем капельку и распределяем ее у ноготочку если есть пузыречки сразу здесь их схлопываем что материал вязкий может немножечко появляться вот смотрите на подложку можно было кстати еще заложить блестки там еще что-то фольгу то есть все что вам захочется как раз на подложку перед архитектурой и нам нужно перевернуть с вами и что делать сейчас вам сбоку покажу нам нужно в перевернутом состоянии сформировать апекс плавный подъем от кутикулы и апекс у нас примерно в этой зоне будет наивысшая . я сейчас переверну сформирую кончику конечно же там уже материала меньше у кутикулы тоже никакого бугорка не должно быть если такую длину очень сложно выложить тема моделирования прозрачным in color форма миндалью вот если сложно выложить то тогда можно просто в две капельки это сделать но первой каплей сейчас я посушу первой капли я рекомендую сделать уже ну как бы архитектуру саму да с подъемом а второй каплей еще раз подкрепить боковые линии потому что действительно бывает в одну каплю жидким материалом сложновато то есть не гонитесь в этом скорость потеряете и будете очень долго материал гонять туда-сюда вот поэтому я сейчас так и сделаю сейчас мы с вами выстроили апекс наивысшую точку да вот она и так как я еще хочу боковые немножечко подкрепить и кончик вот как раз давайте на этом этапе с вами возьмем блесточки вот такие и и немножечко нашел уже вернее свободный край украсим ими создадим такой с вами летний дизайн так крупных поменьше пусть побольше будет мелких сильно не будем с вами раскладывать много блесток прям легкий легкий такой дизайн сейчас как раз все равно вот все любит яркость блестки тоже потому что моря отпуска они очень красиво все переливаются блестят ну вот так вот сделаем с вами и подсушим немножко вот и еще разочек закроем все это инколор как раз придадим более жесткую архитектуру нашим боковым линиям потому что все таки жидкий материал когда у нас в перевороте да мы его начинаем выравнивать вот формировать апекс боковые линии у нас более слабые более тонкие поэтому я и говорю что в одну каплю старайтесь все таки ну как бы не работать еще раз делаю мокрый пол тоже с отступом закрываю блестки чуть чуть больше беру материала и кладу в боковые линии просушку у нас везде было ну буквально по нескольку секунд поэтому в принципе сейчас мы можем даже немножечко поджать еще несколько секунд посушу если кажется что хочется по уже боковые линии когда материал у нас горячий он очень податливый буквально несколько секунд и можем установить такую прищепочку дать остыть в таком состоянии ставим от подушечки следим чтобы она сильно клиенту не пережимала то есть контролируем этот момент и можно в таком положении тоже отправить сушить вот смотрите подложку мы сделали с вами супер бонд гель дальше установили форму инкалор сделали свободный край можно сразу на свободный край блестки выложить но я их выложила уже между слоями и дальше еще раз инкалор я сделала уже архитектуру советую жидкие материалы все-таки делать в два слоя посушили теперь мы это обезжириваем и начинаем с вами опил в данной схеме опил у нас пойдет по боковым линиям на сужение боковые линии ровные но они сужаются к кончику а кончик зауженный но не острый а слегка скругленный первое что мы делаем мы делаем форму вид сверху с вами чем длиннее классический миндаль тем он будет уже но все равно эта форма все-таки длинная в отличие от овала этого у нас может быть допустим если мы берем с вами ложи за единицу до свободный край мы расцениваем уже как вторую часть то есть одна целая и здесь у нас практически полторы то есть один к полторы это классическая схема миндаля один к одному он может быть если у меня ложа очень узкая и вытянутая и тогда свободный край идет на сужение достаточно легко и будет красиво но если палец сам по себе широкий то один к одному не может быть это получится все-таки уже овал а овал у нас может быть и один к 0 5 и один к одному может быть овал тоже да то есть это уже более такая форма но за счет того что он не идет вот такой вот узкий дальше мы с вами подбираем нижние параллели пилочка ложится полностью в раскрытом состоянии под ноготочек с одной стороны и с другой стороны подобрали нижние параллели немножечко подкругляем еще бочка боковые параллели здесь минимальная пил будет у кутикулы мы пилить вообще с вами не будем с одной стороны и теперь боковая параллель с другой стороны убираем вот эти вот плюшечки их здесь не должно быть то есть на любой форме квадрат овал миндаль арочные формы тем более здесь от синусов к скажем так свободному краю до подушечек пальцев да вот это вот зона ложа она должна быть абсолютно вот прямая по боковым параллелям то есть никакой выпуклости в этой зоне при взгляде сверху не должно быть и в отличие от арочного миндаля арочного квадрата и всех арочных форм классическую форму миндаль мы спокойно можем пойти с опилом на себя то есть выставляем вот так вот пилочку и постепенно начинаем спускаться к кончику главное не резко иначе мы получим клюв нам этого не нужно мы от апекса постепенно видите где я начала пилить вот здесь у меня упор я постепенно постепенно спускаюсь вниз пока не проработаю всю поверхность так мы формируем плавный спуск к кончику по всей поверхности еще раз бачка наши боковые параллели подделаю форму и все остальное можно будет уже просто зашлифовать баф что мы сейчас с вами сделаем здесь зону кутикулы уже обязательно шлифуем на этом этапе с опилом мы с вами заканчиваем и будем прорисовывать уже зону ложа очень хорошо шлифуем чтобы у нас не осталось никакого блеска вот здесь подшлифовываю саму форму все обезжириваем сейчас еще разочек с вами посмотрим что получилось у нас получилось у нас получилось плавный подъем к апексу и плавный спуск так что-то забыли у меня сейчас ее выгоню вот такой вот миндалевидный ноготочек у нас получился будем рисовать наше ложе 487 цветом ставлю небольшую капельку беру кисточку овал номер 4 вымазываю кисть сейчас будем прорисовывать с вами траекторию куда у нас пойдет цвет конечно же под кутикулу некоторыми цветами можно в один слой сработать но вот голубенький мы все-таки в два слоя сделаем так и я переворачиваю кисть и намечаю себе ложе можно еще чуть-чуть его глубину и форму здесь можно еще даже немножко поглубже сделать вот так еще немножко поглубже хочется сделать я люблю ложе прям вытянута все теперь берем цвет из флакона чуть-чуть возле кутикулы прокрашиваю но не дохожу сейчас до конца под кутикулу сейчас я прокрашу также здесь форму ложе его доведем сначала до идеала скажем так боковые линии прокрасим и можно взять тонкую кисточку первый слой распределить ей и подрисовать улыбку более четкую тонкой кистью это очень удобно сделать цвет голубой очень красивый из новой коллекции неоновых цветов для первого слоя нам достаточно сильно жирный большой слой не делаем чтобы все хорошо просохло у нас под кутикулу можно немножечко прорисовать поглубже тоже даже не то что прорисовать а подтолкнуть потому что мы там траекторию уже задали с вами широкой кистью все подсушиваем и будем делать второй слой точно так же сушим в лампе примерно 30 секунд использовали 487 цвет такой вот чистый голубой очень красивый но работаем ему в два слоя голубые и желтые цвета все цвета которые такие молочные они все таки будут ложиться в два слоя еще раз делаю то же самое беру кисть овал прорисовываю под кутикулу и по боковым линиям прорисовываю нашу линию улыбки не то чтобы я сейчас цветом заполняю второй раз я просто задаю траекторию теперь беру уже кисть из флакона и дублирую вторым слоем здесь у нас цвет как раз дает плотность конечно нам сложно распределить по ложе потому что если бы это просто один тон мы бы пошли вниз и кисть бы спокойно лишнее убрала здесь так не получится поэтому мы снова берем с вами тонкую кисть и ровняем поверхность гель лаки очень хорошо ровняются немножко самовыравниваются даже если у вас здесь не получается какого-то идеального блика ничего страшного мы топом с вами под выровняем нам главное сделать так чтобы ложе было равномерного цвета чтобы без проплешин было и ровная красивая улыбочка и немножечко еще под кутиковой все я думаю что здесь достаточно не увлекаемся сушим второй слой и будем закрывать это все топом в качестве топа я возьму prime топ гель потому что им я как раз могу довыровнять все это дело но прежде я бы хотела все-таки украсить ложе каким-нибудь шермиконом какую-нибудь надпись пустить или что-то такое сейчас мы с вами посмотрим потому что все-таки смотрится немножечко ну пустовато на мой взгляд можно взять стемпинг задекорировать стемпингом смотрите чтобы нам с вами приклеить шермикон нам нужна обезжиренная поверхность мы можем взять любой топ и тонким слоем его накрасить в зоне где у нас будет шермикон либо мы можем просто цвет обезжирить чтобы не утолщать нашу конструкцию я просто обезжирю так как у нас все равно пойдет дальше выравнивание чуть-чуть подровняем топом то в принципе мы можем ничего больше не использовать наш шермикон и так будет хорошо держаться сейчас мы посмотрим вот два варианта у меня есть глянем что здесь лучше всего подойдет так здесь я думаю хорошо будет серебро или чисто черный чисто белый тоже красиво будет сейчас посмотрим с вами так либо надпись можно просто как-то вот пустить вот так или вот так вот даже вот так вот очень даже неплохо либо что-то вот более объемное вот так и здесь сейчас глянем что у нас есть но это слишком объемно будет вот это еще неплохо то есть в принципе на любители здесь найдется любой вариант вот я люблю больше все-таки что-то минималистичное и понежнее я наверное даже вот так сделаю либо либо вот так беленькая давайте беленькая сделаем хорошо будет смотреться пинцетиком сейчас снимем с вами шермикончик аккуратненько они уже имеют липкость поэтому для меня это самый-самый простой вариант декорирования даже чуть-чуть ниже хочется вот куда-то вот сюда посерединочки прям все и приклеиваем так как у нас здесь блестки они под топом сейчас заиграют поэтому я решила что-то такое нейтральное беленькое сюда поместить чтобы не перегружать кто любит поярче можно конечно какой-то шермикон с золотом с серебром все начинаем с вами покрывать главное наклейку очень хорошо прижать маникюр-любовница почему маникюр-любовница из-за длины или из-за яркости я кстати у своих клиентов которые вот сейчас кто собирается на моря они вот тоже делают что-то такое яркое блестящее чтобы глаз радовался чтобы настроение было всегда хорошее вот я спрашиваю а ваши мужья вообще замечают маникюр ну вот практически все говорят что нет какой бы она там не сделала все равно не замечают вот так и немножко можно доровнять заиграли наши блесточки очень красиво я бы тоже на повседневку конечно такое не сделала бы это моя тема это вообще что-то нюдовое молочное вот это я люблю вот но почему сейчас показываю вам ярко потому что вот ну среди моих клиентов действительно сейчас на моря в отпуска делают что-то такое что они никогда не делают вообще вот иногда они меня конечно поражают своим выбором вот так что это тоже нужно делать тоже нужно уметь замечают просто не говорят может быть может быть вот что у нас получилось это классический миндаль вот так он выглядит плавный подъем к апексу и от апекса плавный спуск к кончику то есть никаких больших бугров здесь нет да если мы смотрим с вами сверху параллельки у нас на месте все аккуратно красиво нижние параллели не вздернуты но здесь у меня отопило что-то осталось это я потом уже вытру и вот такой вот яренький дизайн у нас получился вот как раз на для морской темы в отпуска вот так должен выглядеть салонный миндаль то есть не вздернутый очень аккуратный без больших бугров без больших апексов потому что сейчас очень многие думают что классический миндаль это не носибельно но посмотрите мы очень хорошо закрепили с вами стрессовую зону то есть все здесь будет носибельно конечно арочные ногти они более носибельны почему потому что там толщина вот здесь закладывается намного больше и арка больше вот но так или иначе если клиент переходит там больше четырех недель и те и те ногти все равно могут дать нам трещину где-то во вростах по стрессу почему потому что в любом случае и в той и в другой архитектуре зона кутикулы которая срастает у нас через четыре недели вот сюда она будет тонкая потому что не там не там у нас бугров никаких нет и за счет этого конечно же когда клиент перехаживает у нас могут случиться какие-то неприятности если он ударился вот только в этом как бы случае там что-то у нас пойдет не так а так это классическая форма такая же носибельная как и арочные ногти вот но нужно просто понимать и клиенту доносить что мы на коррекцию приходим вовремя вот и все а так имеет место быть классика она сегодня может быть не в моде сегодня все ударились в полуарочные техники но как мы с вами знаем у нас мода циклично и я уверена что классический миндаль он еще вернется к нам в скором времени вот поэтому имеет место быть и нужно обязательно уметь наращивать и классику тоже не только арки вот с такой красотой не стыдно и к любовнику на свидание сходить очень красиво я на спасибо вот все я с вами прощаюсь если есть какие-то вопросы то задавайте в комментариях я обязательно отвечу просмотрю потом вот под этим видео все спасибо всем большое что были сегодня со мной удачной рабочей недели бодрого начала вам марин опоздали но ничего страшного я думаю посмотрите в записи все всех целую всем доброго дня до конца до конца до конца до конца